Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующий кардиологическим отделением для лечения больных острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы Михаил Львович Гинзбург. Здравствуйте, Михаил Львович. Добрый день. Сразу же скажу, что мы позвали Михаила Львовича в нашу уже новогоднюю студию, потому что он довольно часто был гостем нашей программы. Мы всегда обсуждаем само название такое, что тут что радоваться, болезнь есть болезнь. Тем не менее, есть повод подвести какие-то итоги и, наверное, может быть, какую-то и профилактику сделать, потому что новогодние праздники обычно как? Приглашают ещё врачей из наркологического направления, когда 8 дней люди пытаются соскочить с еды, кто-то с ликероводочных и прочих изделий. Но, тем не менее, это тоже нагрузка и на сердечную мышцу, и просто нагрузка. В целом, он органет. То есть мы год начинаем, мало кто это понимает, с безумных каких-то нагрузок. Тем не менее, Михаил Львович, давайте начнём с подведения итогов. Вы действительно не раз были гостем нашей программы. И я всегда задаю вам вопрос, и у вас всегда есть ответ на этот вопрос. Мы проблему болезни сердца пытаемся решить, но люди по-прежнему болеют. Вот в этом году усилилась эта история с заболеваниями сердечными, или она осталась более-менее на традиционном уровне? Как вы считаете? Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых системы, от болезни сердечно-сосудистой системы, к сожалению, остаётся на первом месте среди других заболеваний и смертности других органов и систем. Обусловлены это рядом причин. Ну, одна из причин – это естественное старение организма, которое вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Такие заболевания, как ишемическая болезнь, сердцегипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, которые являются основными заболеваниями, которые создают вот эту сердечно-сосудистую смертность. Без сомнения, без сомнения, вопросам профилактики этих заболеваний уделяется огромное внимание, огромное внимание. И это заключается не только в появлении или приёме каких-то новых лекарственных препаратов. Это касается вопросов воспитания здорового образа жизни у наших детей в школах, в каких-то других учебных заведениях. В дополнительном образовании. В дополнительном, да, совершенно образовании. Это включает в себя то, что пропаганда такого здорового образа жизни. То есть она работает? Она работает. В том числе отказ от курения, уменьшение употребления алкогольных напитков, наркотических лекарственных препаратов. Это неотъемлемая часть снижения заболеваемости граждан Российской Федерации, жителей нашего Люберецкого городского округа. И это неотъемлемая часть лечения больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или предотвращения их развития. Колоссальное внимание работников здравоохранения уделяется профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И если вы войдете в любое лечебное учреждение, висят плакаты, как профилактировать артериальную гипертонию. Особое внимание сегодня удивляется прогрессированию заболеваемости с сахарным диабетом. И сегодня сахарный диабет зачастую, чаще, он вообще переходится из эндокринологических заболеваний в кардиологические заболевания. И врачи-кардиологи лечат сахарный диабет, потому что сахарный диабет, как и артериальная гипертония, они являются источниками сердечно-сосудистых заболеваний. То есть провокаторы такие. Да. Они являются источниками сердечно-сосудистых заболеваний. И врачи-кардиологи на современном этапе должны уметь лечить это заболевание, должны знать лекарственные препараты, должны знать современные подходы к лечению пациентов с сахарным диабетом. Если вы обратите внимание, что государство уделяет также большое внимание здоровому образу жизни, посмотрите, в дворах появляются какие-то тренировочные площадки, снаряды для развития мышечной системы, двигательному нашего аппарата. Вы прекрасно знаете, что в Люберецком районе, в округе в целом проходят различные дни здорового сердца, дни спорта. Это территория спорта Люберца, где привлекаются не только те люди, которые, возможно, будут брать олимпийские медали, но и люди старшего возраста, которые, эффективность мероприятий, которые проводятся, они способствуют развитию долголетия наших граждан. Это как бы одна сторона здорового образа жизни. Другая сторона – это, конечно, проведение диспансерных осмотров нашими сотрудниками, которые на диспансерных осмотрах не только пытаются лечить тех больных, которые уже стоят на этом диспансерном учете, но они направлены и в большей своей также части, они направлены на то, чтобы выявить заболевание на ранних стадиях. Для этого жителям города, округа совершенно доступна консультация терапевта. В определенные дни он может получить консультацию других специалистов, зарегистрировать электрокардиограмму, сделать лабораторные анализы, рентгеновское обследование, если это необходимо. Как говорится, просветить себя всего, то есть все найти. Да, то есть попытаться, в чем смысл? Попытаться диагностировать заболевание на ранних этапах, чтобы предотвратить его прогрессирование. И мы знаем, что прогрессирование заболевания приведет к тем осложнениям, о которых я начал в начале своего выступления. Михалыч, вот тут интересный такой момент, вы же наверняка знаете, а тем более у вас пациенты такие бывают, ну, что далеко уходить. У меня там мама тоже всегда говорит, дай бог ей здоровья, что вот я пойду к врачам, они там столько всего найдут, и я сразу и умру от этого. Насколько я понимаю, сегодня все-таки люди на раннем этапе даже своей жизни, там в 30-40 лет, когда они понимают, что твой организм – это тоже как некое такое устройство, что ты должен быть подготовлен ко всему, что надо следить за своим организмом, не только спортом заниматься, но действительно, хотя бы раз в год сдать анализы. Хотя бы все равно, что мы, как вот организм стареет, даже нам сказали, что мы там до 80 лет должны уже, по идее, дотянуть как-то, да, вот, но готовиться к этому тоже нужно, что и сердце может заболеть, но заболеть может по-другому, если мы будем там ходить правильно, мерить пульс, проверять какие-то анализы. Насколько сегодня люди стали заботиться о себе заранее, а не сразу приходить и уже с неизлечимыми болезнями? Нет, да, я вас поднял прекрасно, ваш вопрос. Надо сказать следующим образом, что современное поколение, которое сегодня является, в общем-то, достаточно молодыми, это возраст от 20 до 45 лет. Которые решения принимают. Да, которые принимают вот эти решения, да, действительно, они стали значительно больше времени и сил уделять вот своему здоровью, непосредственно своему здоровью. И если каждый индивидуум это делает, это сказывается на всей популяции в целом. И, ну, вы же знаете, не только вот эти спортивные площадки, о которых мы говорили, но вы посмотрите, сколько открылось сегодня фитнес-центров, куда приходят молодые люди после работы, до работы, во время обеденного перерыва. С тренером работают еще, да? Да, работают с тренером и эффективно занимаются. То есть, то поколение, которое идет вслед за нами, по-видимому, они значительно лучше понимают, что здоровый образ жизни – это залог их физического благополучия, это залог их семейного благополучия, в том числе трудового благополучия. А все это приводит к улучшению их материального благосостояния. И продолжительности жизни. И в итоге это будет увеличенная продолжительность жизни. И сегодня вот здоровый человек – это должен быть лозунгом для медицинских работников, государственных служащих. Это идея, которая выдвинута различными политическими структурами нашей страны. И есть федеральные программы, которые направлены на снижение заболеваемости, в частности, сердечно-сосудистыми системами. Это комплекс мероприятий, которые позволяют снизить. И в течение последних лет Московская область является, кстати, лидером в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. И опыт перенимают другие территории. Надо сказать, что совсем недавно была федеральная проверка всех регионов Московской области в плане выполнения этой программы. И академик Бойцов, директор научно-профилактического центра кардиология, который в народе называется Чазовский центр, это похвалил именно Московскую область за выполнение вот этой программы, за ту деятельность, которая проводится на территории Московской области, за эффективную работу. И, в общем-то, это является школой для опыта для других территорий Российской Федерации. Но все-таки, Михаил Иванович, при этом мы понимаем, что мы все с сердцем люди, поэтому рано или поздно оно все равно сказывается. Говорят, что их, к сожалению, помолодели инсульты. Раньше казалось, что это какая-то такая... Ну, удел уже все-таки людей там далеко за 50. Есть ощущение, что сама жизнь иногда заставляет людей переживать, нервничать. Это все сказывается на сердечных заболеваниях. Вот те люди, которые сейчас находятся в клинике и так далее, а вы как человек опытный, у нас сердце от чего болит-то сейчас? Или это просто вот по возрасту, или все-таки это комплекс каких-то проблем, которые... Там была пандемия, да, мы все переживали. Сейчас какие-то события происходят. Или это все-таки просто некое человеческое устройство, что, ну, вот так вот написано в твоем организме, что там в таком-то возрасте у тебя заболеет сердце. Я понимаю ваш вопрос и понимаю тревогу, которая в вашем вопросе звучит. Но социальная сфера, без сомнения, скаживается на здоровье населения. Это понятно. Сказать, что заболевания сердечно-сосудистой системы помолодели, я не могу. Проблема совершенно в другом. Во-первых, информированность населения стала значительно больше. Это раз. Второе. Диагностика заболеваний резко улучшилась в связи с появлением новых методов диагностики. Инструментальных методов диагностики, лабораторных методов диагностики. В результате создается такое впечатление, что как будто бы произошло увеличение. А на самом деле увеличение не произошло. Но за счет того, что продолжительность жизни людей увеличилась, количество заболеваний как бы стремилось в сторону увеличения. А на самом деле, если переводить на тысячи населения, на какие-то статистические нормы, то не произошло увеличение заболеваемости именно в молодом возрасте. Но такие случаи, без сомнения, встречаются. Они и ранее встречались. Проблема заключается в том, что не столько социальная сфера влияет на заболевания вот этих людей в молодом возрасте, в частности, предположим, до 40 лет, а, скорее всего, влияют факторы наследования. Это люди, которые страдают заболеваниями, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к развитию атеросклеротического процесса, который, в общем-то, является основным в формировании инфаркта и инсульта. И именно ранняя диагностика позволяет предотвратить эти заболевания. Эта диагностика позволяет проводить адекватную профилактику этих заболеваний. А заболеваемость в молодом возрасте была всегда, и она останется. Вот как всегда приятно общаться с опытным врачом, с медиком, с большой буквы, который и расслабил нас немножко, и немножко нас напряг. Поэтому нам сейчас нужно сделать паузу, после чего мы поговорим, может быть, о каких-то ещё новых методах лечения. Тем более у вас такая вот приписка есть для больных острым коронарным синдромом. Поговорим обо всём этом после небольшой паузы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас студия заведующая кардиологическим отделением для лечения больных острым коронарным синдромом. Люберецкая областная больница Михаил Львович Гинсбург. И вот в финале мы выяснили, что, слава богу, у нас как бы... Ну, как слава богу, тоже такая более-менее на одном и том же уровне. И в зависимости от нашей профилактики, нашей персональной профилактики, мы сами себе как бы удлиняем жизнь. И даже когда у человека наследственность какая-то, он всё-таки может при правильном лечении, при правильном диагнозе продлить свою жизнь. Верно, Михаил Львович? Конечно. То есть можно сегодня с помощью каких-то, я не знаю, медикаментов, каких-то упражнений специальных, человеку, у которого сердце дало жизнь такая... Без сомнения. Диетических мероприятий, не только физических и медикаментозных, это касается и диетических мероприятий, это касается и отказа от вредных привычек, которые мы с вами обсудили. Это многогранные, такая, комплексные мероприятия должны быть. Это не то, что вот дали больному какие-то лекарства, и он определённо будет жить. Нет, лекарства помогают. Но лекарства не помогают тем люди, которые сами ничего не делают. Ну да. А вот есть же, что у вас наверняка такие пациенты, несмотря на то, что наша программа новогодняя, тем не менее я всегда удивлялся, что есть люди, которые почему-то стремительно разрушают себя, ну в разных направлениях, да? Ну кто-то там начинает пить, я не говорю о наркотической зависимости. А есть люди, которые вроде как ведут обычный образ жизни, но не следят за нагрузкой своего сердца. И вот приходишь иногда, да, в поликлинику или в больницу, видишь, что человек даже моложе тебя, а вот у него уже всё болит. Больнее, да. То есть люди как бы созданы для того, что они как бы говорят, ну всё, теперь у меня уже сердце болит, ну что я теперь буду? Да, да. Почему? Это такое саморазрушение? Я на этот вопрос отвечу. Нет, нет. Здесь очень много... Это тоже проблема многофакторная. Почему люди страдают заболеваниями в достаточно молодом возрасте? Почему проходит их развитие не так, как бы хотелось? Почему профилактические мероприятия зачастую оказываются малоэффективными? Мы же должны смотреть проблемы открытыми глазами, а не уходить от неё. И вы знаете, здесь многое зависит... Ну, с одной стороны, конечно, зависит от самого пациента. И известно, что люди, имеющие высокую энтропию, те люди, которые имеют достаточный уровень образованности, они следуют многим советам, и продолжительность жизни у них выше. Те люди, которые ведут неправильный образ жизни... Не в курсе всего, да? Да, они не в курсе многого. У них складывается определённый образ гражданина, образ жизни, который приводит к финальному, так сказать, исходу, именно сердечно-сосудистому исходу. Это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, конечно, информированность нашего населения. И если вы знаете, мы с вами проводим такие... Да, не первый раз программы. Да, не программы, мы пытаемся, кто слушает нас, привлечь именно к здоровому образу жизни, к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, следованию назначений врача. Но и стоит вопрос об увеличении информированности нашего населения. И вы знаете, что сегодня висят определённые плакаты, да, на территории нашего округа, где пропагандируется здоровый образ жизни. Это реклама по наружным телевизионам. Социальная реклама, да-да-да. Социальная реклама и так далее. Баннеры вывешиваются. Это реклама по радио, которая... Но приходит хоть кто-нибудь по этой рекламе? Обязательно приходит, да? Приходит очень много людей. Это реклама, о которой мы с вами уже упомянули в лечебных учреждениях. То есть это работает? Это работает. Но кроме того, должен был повышаться и уровень врача, который должен это пропагандировать. Он своим пациентам должен притворять в жизнь вот эти идеи здорового образа жизни, здорового питания, отказа от вредных привычек. То есть он должен немножко быть ещё не просто врачом, а врачом-психологом, то есть убедить человека, что вам нужно... Вот от этого нужно отказаться, об этом нужно подумать. Это необходимая вещь. Это просто необходимая вещь. И мы сегодня... У нас есть центры здоровья, которые занимаются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Мы выходим в различные учебные учреждения нашего района, в частности, там, ПТУ Гагарина, медицинский колледж, где мы информируем лиц молодого возраста, юношеского собственного возраста. Школы выходим для того, чтобы информировать их о вредностях тех пахбогных привычек, о которых мы с вами обсудили. Мы с ними разговариваем о диетических мероприятиях. И нашим пациентам мы это говорим. Есть формы взаимоотношения медицинских работников и пациентов в виде организации школ, школ артериальной гипертонии, сахарного диабета, сердечной недостаточности. Мы стараемся нашим больным, которые, к сожалению, перенесли сердечно-сосудистую катастрофу, давать специальные памятки, которые информируют их не только о приеме лекарственных препаратов, но и о форме диетических мероприятий, о правильности физических мероприятий. А, кстати, Михаил Иванович... Много аспектов, которые можно обсуждать. Но вот тут ещё такой один важный фактор. Вы наверняка тоже с этим сталкивались. Сейчас такой пациент пошёл, особенно продвинутый, который начитается всего в интернете, приходит, и врач ещё ничего не успел ему сказать, а он уже сам врачу рассказывает, чем он болеет, чем ему надо лечить, и не замечает, что он говорит полную ерунду. Вот тут есть опасность всё-таки неправильного самолечения. Самолечением вообще заниматься нельзя. Вы сами понимаете прекрасно, то, что написано в интернете, это, конечно, очень хорошо, что многие люди выкладывают что-то. Ютуб нам информирует о чём-то. Но пациент самостоятельно определить заболевание. Своё собственное состояние сможет. Своё собственное заболевание. Степень поражения органов и систем. Стадию заболевания. Лекарственные препараты, которые применяются на конкретно каждой стадии. Он не в состоянии. Да, он может получать какую-то общую информацию из средств массовой информации, и в том числе по интернету. Но определить он должен исключительно с врачом. Да, есть определённая категория пациентов, которые считают, что они всё знают, когда они приходят к врачу и диктуют ему определённые условия, выпишите мне то-то, 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 назначьте мне то-то, то-то, то-то. Есть такая категория пациентов. Но сказать, что это правило, это не правило, это единичные люди. К сожалению, они не очень хорошо кончают. К сожалению. И вот эта продвинутость в медицинском аспекте, мне кажется, она не должна быть. Да, забота о здоровье, тревога о состоянии своего здоровья, без сомнения, должна человека как-то подстегнуть, выполнять определённые вещи. Но обязательно надо посоветоваться со специалистом и обсудить все проблемы. Все проблемы. Я повторяю вновь, не только приёмы лекарственных препаратов, но и проблемы образа жизни, о которых мы говорили. Лечебная физкультура и всё. А может быть и хирургические проблемы обсудить и решить вопрос хирургическим путём. Но, к сожалению, больной это не может сделать. Ну, как говорят в таких случаях, посоветуйтесь, хотя бы посоветуйтесь с врачом. Да, сейчас такая опасность присутствует. Михаил Иванович, вот мне всегда нравится эта тема, потому что, опять же, многие люди, когда впервые сталкиваются с кардиологическими заболеваниями, вот им кажется, что сердце – это что-то такое, что трогать вообще нельзя. А когда им рассказывают, что проходят такие операции, что сейчас, ну, вплоть до того, что могут остановить это… Ну, я сейчас, как дилетант говорю, остановить, потом запустить и так далее. Сейчас же чудеса можно делать, да, в этой хирургии, в кардиологической, по сравнению с тем, что было там лет 10-30 назад, правда? Конечно, конечно. Чем отличается сегодняшняя кардиохирургическая, вообще кардиология от прошлого? Ну, кардиология во всём мире, во всём мире, в том числе в Российской Федерации, шагает впереди всех других дисциплин. Прогресс кардиологии не сравненен с прогрессом, например, в каких-то других отраслях здравоохранения. То есть на училище… В последние годы появилось колоссальное количество новых лекарственных препаратов, которые действительно оказывают результативную помощь нашим пациентам. Но кроме этого появилось и развитие, как вы сказали, и кардиохирургической помощи. И если взять наше лечебное учреждение, то, вы знаете, получает развитие рентген так называемые вискулярные вмешательства. Это под контролем рентгена. Врачи-специалисты входят в артерию, и в этой артерии что-то удаляют, или позволяют изменить её конструкцию, чтобы улучшить кровоснабжение данного органа и системы. Благодаря заботам главного врача у нас сегодня открывается второй рентгеновский аппарат для ангиографа, для того, чтобы разделить потоки пациентов между экстренными и плановыми больными. И в результате у нас будут одновременно проводиться эти операции как плановому пациенту, так и экстренному пациенту. Если мы говорим вообще о кардиохирургической помощи, практически сегодня все институты, которые изучают кардиологическую проблему, имеют кардиохирургические отделения. И операция аортокоронарного шунтирования стала обычной операцией. Больные выписываются после этой операции на седьмые сутки. И на первые сутки они встают. Во-первых, хочется поблагодарить вас и всех ваших коллег. И мы находимся все-таки в новогоднем таком состоянии. У вас есть возможность поздравить всех наших телезрителей с Новым годом. Прошу. Уважаемые жители городского округа Люберцы, позвольте мне поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. И всем пожелать, конечно, здоровья. Пожелать активного долголетия и чаще обратиться к медицинским работникам. Берегите здоровье с молодого. Это был Михаил Львович Гинсбург, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы. Кстати, в этом году очень многие ваши коллеги побывали здесь у нас в студии, потому что мы стараемся, чтобы наши жители знали, что, во-первых, врачи, а, есть, высокопрофессиональные врачи, есть возможность прийти, узнать о состоянии своего здоровья и, самое главное, выйти на здоровый уровень жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин